В стране выздоровели и выписаны из больниц без малого 63 тысячи пациентов, которые успешно победили коронавирус. Зарегистрированы свыше 68 тысяч человек с положительным результатом на COVID-19. Врачи провели 1 миллион 323 тысяч 814 тестов. ЕПАМ разработала и передала Минздраву сервис слежения за COVID-19. Веб-приложение может работать на компьютере и смартфоне. Пароли и логины выдадут медикам. Они смогут дополнять единую базу и пользоваться ею как виртуальной регистратурой. Система не просто собирает данные о числе заболевших, умерших и излечившихся. Специалисты смогут наблюдать за динамикой каждого отдельного пациента, делать прогнозы и принимать решения. Автоматизированная система будет применяться в больницах, поликлиниках, лабораториях, центрах гигиены и эпидемиологии. И можно мониторить ситуацию по распространению в режиме реального времени. То есть как только где-то появился новый заболевший, данные на него внесены в систему, буквально через секунду, следующую секунду, эта информация доступна тому, кому она, скажем так, позволено ее иметь. Тем временем ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах. Избиратели с коронавирусом смогут проголосовать на участках, образованных в больничных организациях здравоохранения, по месту жительства или месту пребывания. Их могут доставить на соответствующий участок, либо члены участковой комиссии сами приедут на дом. Субтитры создавал DimaTorzok